Что это значит в жизни Якова, что это значит в жизни будущего народа? Александр. Бог дважды говорит с Яковом. Он говорит с ним первый раз вот таким вот образом на пути в Харан, а потом он говорит с Яковом на пути из Харана обратно в землю Ханаанскую. Но вот этот первый разговор, он удивительный разговор. Он показывает тот факт, как Бог ищет нас. Ведь фактически Яков, да, что Яков, собственно говоря, делал? Он хотел первородства. Нам до конца непонятны его мотивы. Мы можем говорить о том, что первородство – это священство в семье, и это так, потому что унаследовав большую часть наследия отца, тот, кто унаследовал это в семье патриархов, становился лидером этого клана. Это был очень небольшой клан. Понимаете? Это не был какой-то город, это не был какое-то государство. Это были люди Авраама. Когда Авраам выходил из Харана, он с собой взял слуг, он с собой взял сару, он с собой взял лота, своего племянника. Что слотом стало, мы, в общем-то, знаем. И поэтому в результате всего, что произошло в жизни Авраама, в общем-то, остался Исаак, ну и те люди, которые с ним. Понятно, что эти люди, они не бедные люди, у них очень много тех, кто работал на них. То есть это не только вот чисто, допустим, Исаак и Ревека и их два сына. Они просто не справились. У них пастухи, у них другие люди. Причем... Рабы и рабыни. Да, но тут слово «рабы» нужно правильно употреблять, потому что это не рабство египетское. Потому что в Египте рабов брали силою, в основном из Нубии, вот, в результате завоевательных походов. Там был целый институт надсмотрщиков, и поэтому это совершенно разные вещи, когда мы говорим о рабах, которые были у Авраама и потом у Исаака. Однозначно, что эти люди не были никаким образом одинакового положения с теми несчастными невольниками, которых захватывали египтяне, к примеру, в результате завоевательных походов. Так. Это, скорее всего, люди, которые были, ну что ли, по убеждению пошли еще во времена Авраама, это были их дети. То есть, вот это была небольшая группа, это был клан людей, и, конечно же, тот, который первородство получал, вот, из двоих сыновей, да, Исаак, Яков и Исаак, тот, кто получал это первородство, тот фактически должен был их быть не только главой клана, но и духовным лидером. Они должны были продолжать служить Богу Яхве, приносить жертвоприношение, как это делали Авраам и Исаак. Но! Все это хорошо, но мы не знаем и не слышим, вот, когда мы читаем о том, как Яков просит, обманывает Исаава продать первородство, когда мы слышим потом, как Ребекка подговаривает Якова, и как они обманывают уже ослепшего отца. Ну, там вроде бы очень-очень внимательно, если читать, даже вот, если вы врите, что Яков даже очень-очень аккуратно подбирает слова, чтобы, может быть, не обмануть его, он говорит, там, я, там, или, там, ты, Исаав, он просто говорит, брат твой пошел, там, то есть, раб твой пошел, то есть, он как-то старается такие выражения подбирать, чтобы не обмануть отца, вроде бы как, когда он спрашивает, ты ли мой первенец Исаав, и он как-то так, игра такая слов идет, что там непонятно, вот, как-то он да, 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 то есть, вот эти вот все моменты, они говорят о том, они говорят о том, что Яков поступал нечестно, но мы не видим здесь в Якове ни одного такого вот намека в тексте Торы, что он это делал либо по повелению Бога, либо по своему стремлению угодить Богу, то есть, мотивы, они не объяснены, и фактически, вот, впервые Бет-Эль, вот это место, которое было названо, Бет-Эль, дом Божий, не путать с Бет-Лехомом, домом хлеба, Бет-Эль, это впервые вот это место, Яков назвал это место Бет-Элем, Бог ищет Якова, то есть, не Яков, мы не видим, чтобы Яков искал Бога, но мы видим, что Бог ищет Якова, и вот здесь мы видим проявление незаслуженной милости, потому что, вот, фактически, за то, что вот этот обман случился, Исаав вполне справедливо, в общем-то, хочет распитаться со своим близнецом, потому что, фактически, его, ну, два раза с ним поступили, ну, по-подлому, первый раз, вот, когда он пришел голодный, а второй раз, вот так, он опять пошел на охоту, и является, а ему говорят, ну, меня уже нет благословения, я же его дал. Да, вот, я же справедливый, если все-таки он первым родился, и он, по идее, первенец. Ну, по идее, его считали первенец, то есть, здесь, в данном случае, Якова поведение, оно не может быть нормальным, но когда Яков практически отправлен к своим родственникам, ну, как говорится, без ничего, то есть, обратите внимание. В отличие от своего отца, который браслеты раздавал. Да там не браслеты, там такие денежки были, а тут иди без ничего, то есть, он не получил то, что ему положено. Он не получил этого наследства, он не получил этого подарка для своей невесты. Да, он остался, ну, не знаю, с чем, он один шел, то есть, он не шел с караваном, он шел один, и вот, как говорится, куда он шел, он сам не понимал, своих родственников он никогда не знал, то есть, вот в этом... Самовольство какое-то было. Да, вот в этом состоянии полнейшего упадка, которое было явным следствием вот того не очень хорошего, будем так говорить, отношения и лицеприятия, которое было у них в семье, что Исаак любил Исаава, Ревека любила Якова и хотела своего. Да. Вот Яков остался ни с чем. И вот когда он оказался, будем так говорить, в низшей точке, вместо высшей, которую он ожидал получить в результате обмана, вот тогда с ним начинает разговаривать Бог. Александр, вот вернемся к лестнице. Я заметил очень интересный такой момент. Ангелы, они сначала поднимались по этой лестнице вверх, а потом сходили. То есть, они как бы снизу с земли поднимались и сходили. Не как с неба спускались, а как бы с земли. Это что такое? Ну, дело в том, что образ вот лестницы на небе, ну, не совсем, вот именно приглашение на небо. Фактически, он повторяется в Библии несколько раз. Я тут сразу же вспоминаю, когда в четвертой главе книги Откровения Иоанн, его пригласили подняться на небо. То есть, Якова тоже, ну, если не пригласили буквально подняться, но Якова Бог пригласил к себе на разговор. Наверное, так. Вот таким образом Якова Бог пригласил к себе на разговор. Очень интересно. Здесь еще мы читаем о десятине и из всего, что дашь мне, я дам тебе десятую часть. Это вот заканчивая о лестнице. Вот я так понимаю, что здесь впервые мы видим десятину, да, вот здесь? Ну, не впервые. Не впервые, да? Впервые Авраам возвращает десятую часть Мелхиседеку, а это второй раз. Точно. И это показывает нам одну очень важную момент. Это показывает нам, что принципы, заложенные в законах, которые Бог дал израильскому народу на Синае, они были известны до Синая. То есть, Яков каким-то образом знал, каким-то образом, получая прибыток Исаак возвращал десятину Богу. и вот здесь она впервые говорится о принципе десятина, насколько я понимаю. Когда Решла Мелхиседеке, там он дал десятую часть. It's ok. Ну, то есть, просто он дал десятую часть. Там не говорилось о принципе. Здесь мы видим принцип, получается, что вот тот, что вошло потом в заповедь. Ну, кстати, это очень важный момент, потому что в иудаизме, вот, исходя из буквального такого изолированного прочтения книги Левит 27 главы, делается вывод о том, что десятина отдается только с плодов земли. Да. Вот здесь же у нас Бытие 28.2, вот это завершение встречи из всего, что ты даруешь мне. Не из плодов земли. Написано из всего, что ты даруешь мне. Очень интересный момент, очень интересный. Хорошо, ну что ж, Яков пришел к Лавану, увидел красивую Рахиль, конечно, он не мог ничего ей подарить, в отличие от своего отца, у него не было ни браслетов, как у Илиазара, слуги его отца, ничего не было, и интересно, как вот Лаван его встретил, наверняка Лаван, знал ту историю его про отца, и наверняка он ждал от него, что тот тоже что-то ему подарит, и выяснил, что у него ничего нет, облом. да, Якова отправили, конечно же, абсолютно ни с чем, ни с чем, но он сам пошел, получается, и вот он, дальше мы знаем эту историю, как он даже поцеловал Рахиль, ему очень понравилась эта девушка, и между тем, у Лавана было две дочери, и написано, именно, интересно, что сказано про Лию, что она была слабоглазами. Хорошо, что ты этот вопрос очень задаешь, потому что вот эти термины, они сегодня непонятны, потому что что получается, любая девушка, которая носит очки, является некрасивой, ну, неправильно, вот, а слабоглазами, это очень важное понятие, дело в том, что мы находимся в Месопотамии, а в Месопотамии, там очень конкретные есть параметры, по которым выдавали девушек замуж, невеста считается, ну, будем так говорить, во-первых, за невесту надо платить, во-вторых, цена невесты, вот. Ну, и сейчас за хорошие невесты тоже нужно заплатить в некоторых странах, даже в демократических. Здесь вопрос какой, в притче, притче 31 глава 10 стих сказано, кто возьмет добродетельную жену, цена ее выше жемчуга, это не просто какая-то аллегория с метафорой, это очень конкретно, что добродетель, и дальше описывается вся эта добродетель, в результате которой, в общем-то, цена такой жены, она выше, чем жемчугов, вот, но любая жена, она имеет цену, мы уже говорили, по-моему, да, этим отличается жена от наложницы, вот, наложница цены не имеет, жена имеет цену, вот, так вот, цена жены в Месопотамии напрямую зависела от ее на профессиональных навыков, с помощью которых она бы могла вносить вклад в семейное хозяйство. То есть, по-нашему, это вот показывает диплом, значит, у нее навыки есть. Ну, конечно, конечно, а тут какие навыки, значит, мужчина, мужская работа, это возделывание земли, выпасание скота. Женщины помогают в выпасании скота, но это не их, но это не их главная обязанность. Да, они не пастушки. Главная обязанность женщин это шить и делать ювелирные украшения. То есть, для этого у женщины, у девушек учат. Причем, это специальное такое дело есть. В Месопотамии была специальная инвестиция такая. Богатые люди приходили в бедные семьи, брали девочек, платили отцу деньги и удочеряли их. То есть, не эксплуатировали, а удочеряли. Удочерив такую девочку, новый отец обучал ее мастерству, в частности, мастерству ювелирного дела. и уже за такую невесту давали очень хорошие деньги, выдавая уже через 10 лет свою падчерицу замуж, названный отец получал во много раз больше, чем он давал родному отцу. Это, кстати, была такая форма социальной помощи, потому что бедные семьи, для них это было сложно, если много детей, а тут, пожалуйста, приходит добрый богатый дядя, который обучает и делает ее хорошей невестой. Так вот, Лия была слаба глазами, это значит, что ее обучить искусству изготовления ювелирных украшений было невозможно, соответственно, ее цена как невесты для Лавана была очень минимальной, если вообще люди его класса, это не бедные люди вообще, хотели бы такую взять, и поэтому эта дочь для Лавана была, что ли, ну, как бы бросовым материалом, как ни печально. А бузы, как говорят сейчас, да, да, да. И, наверное, Лия тоже понимала это. Да, Лия это очень хорошо понимала, это не давало ей какого-то перспектив в жизни. Но, тем не менее, тем не менее, даже, может быть, не зная про слабые глаза, Яков увидел Рахиль, именно Рахиль понравилась ему, то есть, она реально была красива, в отличие от Рахиль. Ну, так написано, что Рахиль была красива станом. Да. Вот, поэтому... Красиво лицем и красиво станом. Да, поэтому, естественно, Якову понравилась Рахиль. Конечно, ну, у Лия тоже, мы не знаем, как выглядела Лия. Вообще, у нас очень редко, у нас и в Тории, и в Танахе идёт описание внешности людей. Про Рахиль сказано. Про Рахиль вот сказано очень кратко. Ну, понятно. Но, результат этой краткости то, что Яков сказал, я люблю Рахиль, буду тебе служить семь лет. И сказал... То есть, сорок сколько, двенадцать на семь, восемьдесят четыре месячных зарплаты отдам. Это, конечно, очень-очень большая плата. и сказал Яков Лавану, дай жену мою, потому что дни мои исполнились, и я войду к ней. А потом оказалось, что это была Лия. Как это? Вот, значит, Лаван дал жену, то есть, за которую Яков пахал, пахал столько вот, и действительно, он, у него был стимул, он хотел получить эту женщину, которая ему нравилась, и он хотел жениться на ней. И начался брачный пир, церемония, так сказать, и потом под утро оказалось, что это Лия. Он что, не видел, кто перед ним, если он знал, что она была красива с Таном, он не мог отличить девушку своей мечты от другой женщины, Александр, сколько он выпил? Темно было, ничего не видно, но здесь проблема Якова заключалась в том, Ну, темно, понятно, но руки-то есть, все-таки, знаете, но я не знаю, что вообще можно, как, 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 как вот выпил, 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 действительно выпил? Ну, а что ж, ну, наверное, так обрадовался, что... Ну, ну, тут несколько факторов, конечно, играет роль, и я считаю, что, значит, здесь, конечно же, Яков полностью испытал то, что он когда-то сделал своему брату Исау, когда оказался в Прасаке. Возмездие получил? Ну, я бы не сказал, не назвал это возмездие, проблема Якова заключалась в том, что он был перед Лаваном, он был абсолютно бесправен, потому что его никто, то есть, за ним никто не стоял, то есть, он пришел один, как перст, игол, как сокол, как по-русски говорят, за ним никто не стоял, понимаете, это не было, как вот пришел Авраам послал караван, понимаете, тут уже совершенно другое, а здесь за ним никто не стоял, и вот поэтому первая ошибка, которую делает Яков, что дает Лавану юридическое право, он сказал, дай мне жену мою, а он не назвал ее, почему он не назвал, я не знаю, но у меня есть подозрение, что по-видимому, вот это дай мне жену, оно было каким-то образом закреплено в контракте, типа, я за жену плачу, и возможно, возможно, так как вот не было конкретно указано имени, на тебе жену, ты отработал у меня? В иудейской традиции значит, есть такой интересный момент, что Рахиль понимала, что у них так не делается, что она не будет первой женой, и что старшая, Лия все-таки была старшая женщина, она была старшей дочери Лавана, и якобы они обменяли знаками, то есть Рахиль дала знаки Лии, какие-то определенные, которые известны только Якову, и поэтому, когда происходил обряд, он видел, что вроде как это, но все в порядке, это Рахиль, мне кажется, у него даже в мыслях не было, что это могла быть Лия, наверное, так, да? Ну, дело в том, что свадьба еврейская, значит, действительно невеста находится под лицо закрыто, вот, то есть лицо невесты закрыто, ну, а дальше, как мы можем предполагать, сыграл роль алкоголь, сыграли роль эмоции, сыграло роль все, что может сыграть роль, вот, и, естественно, как говорится, женой оказалась не та, вот, здесь как раз, когда мы говорим о иудейской традиции, записанной в Мишне, в трактате Кетубот, жена приобретается путем денег, путем документа, и путем соития, так вот, денег у Якова не было, ему пришлось все заработать, то есть, 84 месячные зарплаты, но он заработал их, заработал, вот, документ, он был такой, дай мне жену моё, да, и вот он дал, вот, и вот он дал, и когда соитие случилось, то, естественно, это уже жена, кстати говоря, очень важный момент, который здесь есть, потому что говорят о, то, могут ли быть добрач, добрач, разрешено ли в Библии иметь добрачных отношений, добрачные отношения, такого понятия не может существовать, если имело место соитие, это уже брачные отношения, или это прелюбодеяние, то есть, значит, человек уже находится в браке и с кем-то ещё имеет соитие, вот, а потому что вот, фактически, вот, оказалось, что это Лия, ну вот, и оказалось, ну, насчёт того, старшая или младшая, это так говорит Лаван, здесь надо учитывать, если бы к Лавану, то есть, это, это Лаван придумывает, и я не считаю, что некоторые комментарии, которые ты приводишь, они здесь верно говорят, потому что, учитывая ближневосточный контекст, если бы пришёл какой-то богатый человек и засватал бы Рахиль, то попробуй Лаван подсунь ему Лию, это было бы скандал и такой суд, что там хлопот не оберёшься, вот, но понимаешь, тут понимаешь, тут самое главное было то, что основа брака это контракт, Яков, за ним никто не стоял, и поэтому он был беззащитен, поэтому вот получаю, с ним просто поступили очень нечестно, вынудив его подписать такой контракт, в результате которого, вот, посмотри, ты просил жену, на тебе жену. Да, у нас очень мало времени, надо очень быстро двигаться, окончи неделю этой, и мы дадим тебе и ту, за службу которой ты будешь служить у меня ещё 7 других лет. И когда окончились вот дни, там сколько значит недели там или там 7 дней, кто говорит седмица, 7 дней, ну, какой-то срок окончился, ему дали вот ту женщину, женщина его мечты Рахиль. Получилось, что у Яков казалось две жены. Вопрос, согрешил ли Яков, когда он взял себе вторую жену? Он мог бы остаться с Лией? А тут уже получается многоженство какое-то. Ну да, многоженство Это грех? Многоженство в Торе это непростой вопрос. Дело в том, что прежде всего следует нам сделать разницу между гаремами, которые всегда имели цари, и между реальной бытовой ситуацией, когда у нас, ну, реальной матримониальной ситуацией, Дело в том, что я уже говорил, если мы говорим о понятии жена, это определенные вещи, то есть жена не может быть женщина женой, если ее муж не заключил контракт со своим тестем, а когда мне пришлось читать на древне вавилонском языке документацию, которая была найдена в архиве НУЗИ, так называемое место в районе ирактского Киркука, Тель такой, Курган, вот, это фактически, там было очень много брачных контрактов, и на каждом контракте, это язычники, отец невесты пишет, если мой зять вздумает взять себе вторую жену, я найду на него с великой силой, там такие проклятия за это, то есть фактически Лаван, он поступил не так, как поступает большинство отцов, язычников Месопотамии, вот, дальше, Тора, то есть даже если мы предположим, что многоженство было, потому что оно было, вот, у нас есть случай Эльканы, священник, Элькана, об этом написано в первом книге царств в русском переводе, и там у него было две жены, Хана и Пнина, по-русски Анна и Финана, там очень четко видно, почему Элькана взял себе вторую жену, у него не было детей, то есть в обычной ситуации, в обычной ситуации, которую мы видим, вторая жена, это безвыходная ситуация, которая допускается в случае, если первая жена не рождает наследника, и поэтому эта ситуация допускается таким образом, причем первую жену бездетную ты не можешь оставить, она должна по закону иметь все необходимые причитающиеся ей одежду, еду, супружеское сожительство, то есть Бог не выбрасывает бездетных женщин просто так вот на мусорку, вот, но нам написано в Торе, ни в коем случае не бери сестру. Да, но это уже когда был закон. А вот тут и вопрос, когда был закон, если мы только что 10 минут назад прочитали, что про десятину ну какие-то может быть отдельные моменты а вот здесь мы как раз и видим, что когда вот это вот произошло первое вот первое то есть можно так предположить предположим этого не было известно, но если мы понимаем что вторая жена бралась только в отсутствие первой жены у нас получается совершенно обратно извините в отсутствие детей у первой жены то у нас получается что 7 дней он берет вторую жену зачем даже еще не знает беременна ли Лия или нет а мы видим что Лия так и беременна она рождает сначала Рубена потом Шимона потом Левия потом Игуду то есть вопреки вообще всем существующим понятием вот получается что он берет вот ту женщину мне кажется алчность Лобана может быть какая-то тоже Рахиль не рожает то есть Яков здесь все наоборот вообще получилось да здесь все получается наоборот жене которая рожает прикрепили жену которая не рожает вообще все наоборот да причем здесь однозначно не надо забывать что это Бог затворил тут четко написано Бог затворил утробу Рахиль значит было за что то есть Бог вмешался вот это второй раз у нас упоминание вмешательство Бога и вот здесь мы видим раз Яков разговаривает с Богом в Бетеле Бог Бог ему дает обещание быть с ним а вот здесь второе вмешательство Бога Бог затворяет утробу Рахили и рождает только Лия и получается полнейший кавардак тут в чем проблема опять же у нас соперничество получается сильное хотя его у нас написано вот здесь Бытие 29 29 и дал Лаван служанку свою билху валу по-русски зачем это написано а написано это за тем что обычно обычно в брачном контракте когда в случае если моя дочь не родит тебе я дал тебе ей служанку которая родит на ее колени родившейся от служанки будет сыном моей дочери то есть вторая жена берется в таких крайних случаях когда фактически либо не дали служанку либо нет служанки выхода другого нет и в брачном контракте это не прописано то есть по идее Яков не должен был брать Рахиль уж тогда ну не давали то есть не разрешали отцы то есть Лаван это очень плохой отец который дал вроде не лучший да дал служанку то есть если вдруг бы Лия не родила то тогда Вала бы родила а что же если ты так поступил даешь ее сестру то есть это заранее уже было как бы начинается фактически вот с этих событий описанных в 29 главе начинает ну с истории будем так говорить с истории женитьбы Якова которая описана в 29 главе книги Бытие начинается цепочка событий которая заканчивается тем что израильский народ оказывается в египетском рабстве Александр у нас очень мало времени давайте разберем сейчас очень кратко момент зачем Рахиль украла богов Лавана когда они отправились домой да это уже у нас следующая будет недельная глава и здесь для того чтобы мне это объяснить мне нужно пойти с нашими зрителями и слушателями ну к примеру или в Лувр или в британский музей ни там ни сям большинство из нас не бывало я скажу так я вот буквально недавно побывал впервые в британском музее к своему собственному стыду потому что я в Англии был несколько раз вот но наконец-то я нашел время пойти в британский музей и я не пожалел об этом потому что ну как бы я знал что я пошел смотреть потому что все-таки я изучал очень подробно историю Ближнего Востока языки Ближнего Востока и мне было известно по фотографиям и по том что я читал в оригинальных текстах что на статуэтках богов обычно пишется как это сказать по-русски тайтлы на пропортии то есть право на собственность да то есть вот это документ права собственности вот то есть фактически это документ права собственности то есть был определенный умысел потому что объяснить почему она взяла тут интересные вообще вещи дело в том что согласно иудейской традиции еще фара а фара приходился у нас прадедом лавану да да прадедом когда он остался в хоране и его сын старший на хор остался в хоране они завели себе бизнес они начали и вот эта история с статуэтками богов она показывает что это правда правдивая года иудейская что они возможно и изготавливали этих идолов вот а идолы вот эти они использовали они с одной стороны это были как обереги вот то есть такие талисманы так вот и на них их ставили в дом потому что все это же не просто это у нас сегодня гражданское право отделено от религии а тогда это было как бы вот пожалуйста то есть вот этот идол будет оберегать твой дом поэтому давайте на этом идоле напишем что этот дом принадлежит и так далее и так далее то есть фактически эта статуэтка она являлась правом собственности подтверждением права собственности на предъявителя вот оно что на предъявителя и поэтому Рахиль решила стать этим предъявителем украв отца этих идолов потому что она воспринимала что отец ограбил Якова так оно и было вот и вот здесь как раз складывается интересные отношения Лаван приходит настигает Якова и его семью делает обыск Рахиль очень умно прячет Рахиль очень умно как говорится прячет куда следует этих идолов вот ну и соответственно Яков Лаван ничего не находит и тогда в 32 главе они начинают Лаван делает две вещи первое что он делает это он значит значит это Бытие 31 глава фактически он делает Хом вот написано этот Хом свидетель Бытие 31 52 этот Хом свидетель этот памятник свидетель что я не перейду к тебе за этот Хом и ты не перейдешь ко мне за этот Хом вот тут интересно получается фактически Лаван прочерчивает границу Лаван сам по себе он несколько раз называется Арамеянином Авраам это уже еврей то есть у нас прочерчена граница теперь между Арамеянином Арам на иврите это слово которое переводится как Сирия на библейском иврите то есть образовывается вот эта территория которая становится Сирией а Яков впоследствии называется Израилем очень интересно то есть вот это построение границы Александр буквально несколько минут встреча Якова и Исава это очень очень трогательная такая история ведь Исав мог убить Якова и он собирался его убить насколько я понимаю и вдруг они обнялись и все вроде как ну я бы не сказал что эта встреча особо трогательная я бы сказал так Исав конечно же Исав хотел убить Яков потому что Яков получив благословение от Исака был в глазах Исава претендентом на он был претендентом на имущество отца на две трети а Исав не хотел отдавать понятно вот соответственно ситуация была как бы очень интересная опять же почему дело в том что Авраам и его будем так говорить племя они странствовали по этой земле они не находились ни под какой юридической защитой то есть как они бы решали юридические вопросы никто не знает потому что они не были подданными ни одного города государства в Ханане но Исав понимал что у Якова как бы есть право потому что это сказал Исак вот что же делает Яков он ему посылает подарки 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 для чего он это делает задобрит нет не задобрит он показывает Исаку Исаву что у него все есть он отказывается от имущественных претензий а вот оно что и Исава это вполне устраивает бог Исава не интересует фактически вот это вот Яков Исава как бы мы говорили что Авраама был серьезный бизнес караваны этот бизнес уже развалился Исав построил построил его он имел свой бизнес поэтому он ушел туда на гору сир ему там было хорошо а Яков вот то что бог ему дал вот этих овец крапистых пятнистых с полосочками вот 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 как раз это было его благословение и с этим благословением Исав говорит Яков говорит Исав у меня все хватает друзья увы заканчивается наша встреча напомню что мы можем встречаться на радио 1137 на FM частоте 100,7 также на трансляции с помощью трансляции в facebook live и на кабельном телевидении а скоро если господь позволит мы уже сможем встретиться и лично и разбирать священные главы давайте мы совершим молитву под конец нашего слушания учитель Александр пожалуйста давайте помолимся и благословен ты господь бог наш царь вселенной даровавший нам свою тору в которой мы находим и откровение и руководство к нашей жизни и основы всего священного писания благословен ты господь который даровал нам и тору а также и сына своего который умер за нас на голове аминь 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 и аминь 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 Продолжение следует...